всем привет тульские ретро ралли известны вам изобилием интересных загадок мы стараемся сделать все ловушки закольцованными если вы ошибетесь то узнаете об этом только на финише или на ближайшем пункте вкп на своих а лучше чужих ошибках интересно и важно учиться чтобы не повторять их впредь поэтому мы подготовили для вас этот ролик где собрали основные покупки тульской трассы 2022 года и их правильное прохождение и так поехали разминка начинается уже с четвертой позиции ищем дыру направо под себя напротив слева обратный круглый знак обращаем внимание на положение знака относительно дыры направо знак расположен строго напротив даже немножко до 1 поворот направо подходит по конфигурации но обратный круглый знак на столбе слева явно после поворота проезжая мимо верная позиция встречается почти сразу в ней знак расположен так как изображено в книге если вы верно повернули то встретили вкп который дал вам бюллетень с двумя дополнительными позициями и вернул вас в дорожную книгу в следующий раз что-то могло пойти не так если вы не были достаточно внимательны при поиске позиции 13 на улице гоголевской обратите внимание на табличку способ постановки автомобиля на стоянку позиция 12 расположена слева а следующий встречающийся на местности справа знак является точной ее копией машинка на табличке прижата не к тому бордюру если вы неверно приняли ее за позицию 13 то налево повернете на ближайшем перекрестке улицу свободы этот перекресток точно соответствует позиции 14 верный же знак позиции 13 находится как раз на этом перекрестке вот он продолжаем движение и поворот на улицу энгельса и есть верная позиция 14 после поворота вас встречает второй пункт вкп и без бюллетеня вы продолжаете движение и верный и неверные кресты направо на улицу каминского в точности соответствует позиции 15 дорожной книги не расслабляемся в позиции 14 которую мы разобрали только что можно было отметить что два знака стояли на разных опорах и каждая была отмечена отдельной точкой в позиции дорожной книги на этом построена ловушка в позиции 17 двигаемся вверх по проспекту ленина перекресток с первомайской содержит все указанные в позиции знаки но грузовичок и правый пешеход расположены на местности на разных опорах да еще и не в том порядке как дополнительный признак можно отметить что сам перекресток не прямой а слегка со смещением это очевидно по разметке едем дальше и верный поворот направо на улицу агеева и для верного и для ошибочного маршрута следующая позиция практически одинаково а вот дальше те кто ошибся встретили пункт вкв который сообщил им что они миновали полностью rd рыбья кости находится аж в позиции 35 впрочем минимизировать ущерб можно было вернувшись на проспект ленина получив в итоге штраф только за повторное прохождение вкв и если вам на первых пяти километрах было мало трех загадок то сразу без перерыва получаете четвертую хотя если не было мало все равно получаете внимание на позицию 20 ищем дыру направо слева должно быть два примыкания въезды во дворы 2 со шлагбаумом поворот на улицу тульского рабочего полка очень похож есть все признаки кроме первого по направлению движения примыкания а справа за поворотом манит старт rd рыбий косяк но изображенная в позиции примыкания отсутствует и мы мужественно едем дальше мужество пригодится искомая позиция встретиться только через четыре километра движение по главной приведет вас на дыру направо на улицу 9 мая знаки все присутствуют первое примыкание видно сразу второе видно уже при повороте видно и шлагбаум который к слову открывается именно в ту сторону как нарисовано в деках чуть дальше вкп даст бюллетень с двумя позициями которые вернут на улицу тульского рабочего полка на тот же старт rd но уже с другой стороны после финиша rd рыбий косяк вы конечно соблюдали льготу по опережению и надеемся что впервые встретили вы кого и а дальше весело провели время в поисках позиции 38 почти каждый перекресток по улице болди на мог бы ею оказаться но искомый крест смещенный а слева напротив правого поворота обратный круглый знак эта комбинация встретиться только при съезде на калужское шоссе с проспекта ленина сразу после обеда все вы попали на старт rd рассвет но не всем было суждено увидеть его финиш поселок рассвет имеет два съезда налево с шоссе они почти одинаковые на обоих до рассвета один километр конфигурация съезда идентичная слегка под себя отличие зафиксированная в дорожной книге слева после поворота обратная прямоугольная табличка и знак обгон запрещен расположенный на разных опорах на первом по ходу движения повороте знак обгон запрещен идет первым а за ним обратная табличка позиции прорисована наоборот те кто несмотря на это выбрал первый поворот вместо финиша рд нашли вкп который переместил их на позицию 64 в качестве утешения можно сказать на правильном маршруте rd были 800 метров отвратительной дороги поселка рассвет на динамичном rds под названием закат затруднение могла вызвать позиции 71 точнее поиск позиции 72 повернув налево у магазина пятерочка вы упирались в площадку с мусорным контейнером и могли оказаться в недоумении но если подъехать к ней поближе то перед ней прямо за небольшой кирпичной стенкой открывался проезд направо дальше по этому переулку и по единственно возможному пути вы оказывались в следующей позиции уже на соседней улице последний сектор доезд до базы шахтер но и на нем можно было дважды ошибиться первое упражнение изобретенная в туле ильей тихомировым прогрессивная легенда не сложный подсчет суммы чисел встречающихся на дорожных знаках но если вы не заметили километровый столбик 725 притаившийся за указателем на том самом втором съезде на рассвет то нужную сумму набрали уже после нужного поворота на село юрьево где ждал вкп который вернул бы вас маршрут дорожной книги на подозрение вас могло навести то что съезд на магистрали м2 с шоссе r-132 не совсем такой как позиции 97 которая на самом деле съезд на юрьево дальше после rd вновь прогрессивная легенда не столько чтобы развлечь сколько чтобы отвлечь на подсчеты здесь сложно что-то пропустить и вы точно насчитали требуемые 149 даже 166 и сразу как насчитали посмотрели вокруг в поисках позиции 105 и действительно сразу после села никулина очень похожий съезд на лево но в дека он имеет другую конфигурацию не съезд с в общем то прямого направления а штаны налево плюс к этому на местности есть еще и грунтовая дорога который не нарисована в позиции этот перекресток таким образом позиции не является и проезжается как наиболее прямое направление а позиция 105 развилка перед железнодорожными путями в суходоле если вы ошиблись вы все равно проедете рельсы позиция 106 и похожий перекресток как позицию 107 вкп здесь не было но вот р р д начался на правильном маршруте гораздо раньше и норматив отличается очень существенно и вот долгожданный пансионат шахтер зона отдыха бунырёва запах сосен ожидание вечеринки с шашлыком на берегу реки отделяет от всего этого колея стоп-линия последнее усилие пилота и насыщенный первый день завершится стела шлагбаум еще шлагбаум а вот и площадка упражнения судьей казалось бы вот она последняя позиция 120 но конфигурация не совпадает правильный путь по наиболее прямому направлению вглубь шахтера и в самом конце пансионата правильная развилка посреди сосен скучает последний на сегодня вкп который с помощью бюллетеня вернет вам и с лалом и вечеринку у реки конец первой части на сегодня вкп Продолжение следует...